В селе Чобруча официально переоткрыли парк. Два года там шла реконструкция, чтобы в пруды и фонтаны вернуть воду, а парку былую славу. Не все знают, что парк Родина так называется в честь скульптора Дмитрия Родина. Именно он сделал так, что в маленьком селе появился парк, который вошел в пятерку лучших парков Советского Союза. Так чем же уникален парк Родина и что он значит для села? В Чобруча отправилась Анета Шаповаленко. Конец 90-х. Съемки передачи «Игра и гармонь любимая». В первом выпуске «Звенящая Приднестровье». Террас по льду Басары. Большой блок снимают в Чобручах. По знаменитой тополиной аллее двигается колонна в национальных костюмах. В парке Родина собираются сотни людей. Дальше песни и танцы. Спустя почти 20 лет мы проезжаем по той же тополиной арке. Национальные костюмы, колоритный транспорт, музыка создает настроение. Даже гармонист тот же. Ну, играй гармонь! Виктор Никифорович ловко перебирает пальцами. Еще бы опыт! Играет шестого класса. В день съемок «Игра и гармонь» в селе был фестиваль музыкантов. Он и его коллега-барабанщик Леонид Иванович тоже участвовал. Просто был праздник села. И собрались все гармонисты со всего района. И мы тогда играли, выступали, взяли первое место. Так и закрутилось. Зажигательный дуэт и щепруч играет до сих пор. Местная знаменитость. С ними весело даже без вина. Проверено. Виноват Алья пой. А, давайте, это я могу! Тяни и на бас. Когда белая песня. Меня замуж так возьмут, если умею играть на гармонах? Да, просто очередь будет. Давайте тогда еще раз. И... Виновата Алья, что мой голос дрожал, когда пела я песню ему. Виновата Алья, что мой голос дрожал, когда пела я песню ему. А почему вас называют трудоначальниками парусников? Потому что самые старые. Мы самые старые. Мы первые начали играть. А вот молодежь продолжила, как и 23 года назад в парке «Родина» музыка. Местная группа «Парусник» сегодня новым и старым составом представляет премьерную песню. Если перевести песню на русский язык, получается «танец родни». Ну, народный танец, да. Жоку, няму, 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 нямска. В песне поется о том, чтобы возвращались люди домой, потому что у нас действительно красиво. Наши песни молдавские слышны аж за кордоном, скажем так, да. И вот под эти песни танцуют, танцевали наши родители, танцуем мы. Ну, как тут стоять в сторонке? Многие сами идут в пляс. На музыку собираются зрители. Сколько аплодисментов, танцев, песен видел этот парк за 60 лет. В советское время туристы сюда приезжали не только за местным колоритом. В парке «Родина» действительно было и есть на что посмотреть. Солнечный грот, и здесь встречается скульптура девушки. Дело в том, что когда солнце в зените, лучи через эти отверстия попадают прямо на нее, словно окутывая золотом. Золотая аурика нежится в лучах солнца. В парке есть еще один грот – радужный. Здесь прохладно и приятно. Любимое место фотографов. Когда лучи солнца попадают на струи воды, можно заметить радугу. Кажется, в той беседке-ротонде современный Евгений Онегин писал письмо современной Татьяне. Ну, а здесь можно любоваться другим. Детство, зрелость, старость. Вот, что символизирует эта скала раздумий. Она выполнена в форме птичьего крыла и в ясный день, в определенное время, отражаясь в воде, образовывает фигуру летящего журавля. А вот самая высокая точка – восточная скала или холм. С этого ракурса видно, как вода отсюда стекает во все пруды и фонтаны. Что интересно, мы сейчас стоим позади, и отсюда можно наблюдать профиль создателя. Он как бы смотрит в небо и думает о вечном. Это профиль архитектора Дмитрия Родина. Этот необычный человек мыслил символами и спрятал в парке множество знаков. Пусть посетители их разгадывают. Его идеи произвели впечатление на профессионалов. В 1982-м наш парк признали одним из пяти лучших в Советском Союзе наравне с Московским парком Горького. К слову, сам проект по созданию парка одобрили не сразу, но художник решил не отступать от своего замысла. Как доказать, что проект достойный, показать наглядно. Так и поступил Дмитрий Родин. Он создал мини-парк прямо на своем приусадебном участке. Здесь практически все так же, как и было при нем. Романтическая беседка, ротонда, грот, пруд. Перед тем, как закладывать парк, художник пошел на хитрость. Чтобы его ничего не отвлекало от творческого процесса, свою жену он отправил в санаторий. Сам клянился за дело. Так стало проще отвоевать место у грядок с картошкой. Как это было, хорошо запомнила Людмила, дочь архитектора. Мама немножечко нервничала. Потому что как это там, нужно что-то там, картошку сажать, еще что-нибудь. Он понемногу это все делал. Так, не напрягать маму, и чтобы все было в порядке дома. Приходили с улицы люди и говорят, что у вас там такое дома происходит? Что там такое происходит? Потому что идет работа. Ну да, да. Этот грот – одна из последних работ Дмитрия. Если присмотреться, в глыбе бетона можно увидеть черты лица. Нос, глаза, борода. Кажется, старик склонил голову и на плечах несет что-то тяжелое. Что хотел сказать автор скульптуры. Каждый в этой жизни несет свой крест. Бетонные скульптуры, декоративный пруд. Когда-то здесь проводили самые романтичные вечера сам Дмитрий с женой. Затем его дети, внуки. Теперь весело играют правники. Когда-то уже все было реально готово. И папа уходил потихоньку. И вот он так же сел, как Мишка малый сидит на скамейке. И он говорит, теперь ты будешь этим заниматься. Задумка здесь и в Большом парке в том, чтобы соединить воду, камень и солнце вместе. Людмила говорит и рада, что родина снова задышала. После ремонта в парке опять вода. Раньше она просто утекала. Но чашу бассейнов восстановили. И здесь все как в лучшие годы. Когда парк родина был известен на весь Советский Союз. На берегу пруда стоит беседка Ротонда. Здесь нет вычурной лепнины и резных колонн. Но в этом ее очарование. Отсюда днем красиво. А вечером, когда включается подсветка, можно наблюдать обалденный вид на мостик любви и на пруд. Сейчас, правда, показать этого не можем. Еще не стемнело. Но вы представьте. Закройте глаза. Закройте, закройте. Тишина. Вы только что встретили розовый закат. Зажигаются первые звезды. Где-то стрекочут сверчки. Слышна триль соловья. Романтика. Этот парк хочется сравнить с хорошим кино. Тебе никогда не надоест пересматривать. Ты смотришь, смакуешь моменты, узнаешь что-то новое. Точно так же и здесь. Куда бы ты ни свернул, хочется остановиться и все рассматривать. И да, я здесь была уже несколько раз. Нет, не надоедает. Одесса Шповаленко, Александр Зелинский. Отражение. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова